Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Итак, биткоин. Биткоин, друзья, смотрите, продолжает свое восходящее движение и похоже, что как будто бы даже не собирается откатывать. Но если вы смотрели мое вчерашнее видео, я не хочу, чтобы его неправильно не поняли. Там был сигнал продаж и если вы его не смотрели, кстати, то вот краткая выжимка из него у нас в Телеграме. Обязательно подписывайтесь к нам в Телегу, только по ссылке из описания, чтобы не нарваться носкам. Вот, в общем, суть была поста в том, что у нас образовался с вами потенциальный коридор, потому что загорелись серьезные продажи. Значит, что это такое? Давайте я вкратце расскажу. И сразу скажу, что это не отменяет того, что сейчас рынок может быть иррациональным. Мы пойдем дальше наверх и прошьем эти продажи и улетим куда-нибудь там на 48, на 52 и только потом уйдем в коррекцию. То есть это тоже все еще допустимый вариант. Но, тем не менее, что я имею в виду? Смотрите, на TRDR, на нашем любимом скриннере, ссылка на который есть в описании, на нем загорелись сильные продажи. Вот, смотрите, уже на многих таймфреймах, вот на 30-ти минутки просили показать в чате, я показывал, что там. И, соответственно, на более старших, тоже на часовике, на 4-х часовике, вот, смотрите. Видите, загорелись сильные продажи. По 44 500 примерно, ну, по 44 тысячи. Что это вообще такое? Это скриннер, который показывает сумму всех спотовых заявок со всех крупных бирж. Вот, посмотрите, список бирж. Вот это вот сумма всех стаканов. И вот сумма всех бирж, которые мы смотрим. Binance, Bybit, Bitfinex, Bitstam, Bitmix, все здесь. Coinbase Pro, Deribit, Gemini. Все крупные биржи. Hobby, Cracking, Kucoin, OKEX. Он нам показывает сумму заявок. И сейчас мы видим, что продавца, на самом деле, гораздо больше уже, по 45 тысяч. И чем выше, тем больше. И покупателя практически нет до 40. То есть, статистически это нам говорит о том, что цена, скорее всего, пойдет, если не вниз, то хотя бы вбок от этого уровня. И с возможной потом проторговкой вниз. И образует некий коридор. То есть, 37 тысяч – это нижний порог сейчас этого коридора по вот этим предыдущим сильным покупкам. Опять же, не факт, что они там будут и отработают, но пока это так. Статистически нас зажимает обычно между этих двух значений. И если мы смотрим более локальный таймфрейм, 45 минут. Тут еще были вот здесь покупки. То есть, в теории, могут удержать и там. Это 41 тысяча примерно. В теории, могут удержать еще вот этот коридор в начале. 41-44. Это то, что происходит чаще всего. Но это не значит, что это прямо сейчас произойдет. То есть, мы все еще можем пробить этих продавцов. Если сейчас навалит покупателя рыночного. И, соответственно, цена улетит еще выше. Поэтому это тоже стоит иметь в виду. И так же, как и два вот этих коридора. То есть, вот нижняя граница меньшего коридора. Это, собственно, середина вот этого большего коридора. Примерно 41 тысяча. Вот. Имейте это в виду. Но, также, не забывайте то, что по логарифмической регрессии мы все еще выходим только из накопительного канала. То есть, мы все еще ниже средних значений. И все еще в зоне очень пригодной для покупок исторически. Посмотрите. Это вот этот зеленый накопительный каналчик. И вот эта метрика оранжевая, она показывает то, насколько мы не в пузыре. И сейчас, как вы можете видеть, цена, ну, как минимум, не в пузыре. То есть, она даже ниже единицы. И, конечно, сейчас нас могут ожидать коррекции. Но в долгу это все, скорее всего, окажется очень пригодными значениями для покупки. Поэтому это тоже не стоит забывать. Что у нас тут есть с вами на недельном графике? Это коридор средних значений, который был у нас на прошлом был ранен. Да, вот эти низы верха, поднимающиеся и опускающиеся, образуют вот такой некий сужающийся треугольник. Но тут вы можете, конечно, сказать еще, что вот были опускающиеся верха, да, и мы их уже давно пробили. Но, тем не менее, здесь тоже у нас была свеча. И это все сейчас уже, конечно, не так важно спустя два года, наверное, вы скажете. Но я вам скажу, что нет, это все равно важно. Это на самом деле типа спайдер лайнс, типа линии паука у криптофейса, если вы его смотрите. Там тоже вот такие линии сопротивления и поддержки образуют паутину. Это все важно в том смысле, что это реально средние значения. То есть, смотрите, если мы снова все это уберем и с чистого листа посмотрим на график, что у нас тут есть. У нас тут есть предыдущий уровень поддержки, он же сопротивление. Сопротивление, который был пробит, и это потенциально тоже очень сильная поддержка, может быть, в случае прям мощной коррекции. И также сетка AMA Ribbon сейчас находится примерно на этих же значениях, ну чуть выше, вот 33 тысячи. То есть, если мы прям начнем жестко падать, то я думаю, что вот этот зеркальный уровень нас удержит. Но перед этим, еще раз говорю, мы можем сделать какую-нибудь сильную тень наверх. Тем самым, как раз вернувшись вот хотя бы в середину этого коридора средних значений. То есть, тысяч на 60 вообще мы можем смело сходить и потом также резко опуститься. Вот. Кстати говоря, по примеру Ordi мы можем сделать. Посмотрите, вот как сходила криптовалюта Ordi. Я вчера вот здесь, кстати, собирался ее шортануть, но что-то проморгало и она уже упала. В общем, вот она нам показывает, да, что… Я писал об этом в чате, что она просит шорт. Ну, чуть раньше вот здесь писал. Вот она показывает слом тренда. То есть, посмотрите, она сделала вершину, опустилась ниже, нарисовала Барта Симпсона, закрепилась ниже. Все. Это, по идее, шорт. И если мы отдалимся на дневной или на недельный таймфрейм, то мы с вами увидим, что там все еще потенциально шорт, кстати, по этой монете. Но дисклеймер, друзья, не финансовый совет. Если рынок бычий, она может развернуться раньше. Это NFT на блокчейне биткоина. Это хайповая штучка. Но в целом, в долгу, я думаю, даже если еще сильнее отрастет, то это потом будет очень хороший шорт. Поэтому вот смотрите за альтами. Альты начали шевелиться. Полка дот, вон, сегодня плюс 10%. Я чуть-чуть добавился на него в моменте, но смотрю, стоп ручной, уже всю прибыль вывел. Вон, видите, я сколько отторговал только на этом движении. Тупо наскальпил. Поэтому, друзья, все ссылки в описании. Торгуем осторожно. На лучших биржах. У меня вот еще какая мысль. Я атом накапливаю. Напишите, что вы думаете в комментариях. Какие монеты накапливаете вы. Я накапливаю еще. Стал атом накапливать на инверсе на Мекси. Бирже Мекси, если вы там торгуете, там есть на инверсе Stellar и Атом. Вот я, собственно, сейчас буду докупать еще по ходу атом, прям по текущим. И на инверсе вставать в лонг. Вот есть у меня такое ощущение по Атому и XLM. И мне очень нравится, что Мекси дает это делать на инверсе, потому что мне не нужно в обеспечении держать USDT. Я держу сами монеты и получаю в них профит. Вот такие мысли сегодня по рынку. Но похоже, что мы сейчас все-таки здесь постоим еще. Похоже на это. Если будет резкий прострел наверх, я рассматриваю эту зону как донабор шорта, именно скальпа для тех, кто трейдит. А те, кто в долгую, те, кто инвестор, стоять и стоять еще, вы что, до новых холлтайм хаев, тысяч до 200 по битку стоять и не дергаться. Но опять же, учтите, если у вас цель 200, а он дойдет до 198, то там хотя бы часть имеет смысл разгружать. Поэтому я вас и учу тому, что надо плавно разгружаться в всю дорогу. Здесь чуть-чуть продал, здесь чуть-чуть продал, здесь на фьючах продал, здесь уже на споте продал. Ну там чуть-чуть, да, здесь продал уже много на споте. Здесь на фьючах хедж его где-то пошортил, получилось заработал, не получилось слил часть как бы. Только так. Трейдинг – это вероятность, никто точно в долгую, в плюс только в плюс не идет. Никто не зарабатывает постоянно. Всегда идут убытки, либо стоп-лоссы, либо ликвидации, либо неудачные сделки. Тем не менее, RSI только-только выходит на недельки в бычью зону. Обратите внимание, что происходило, когда он выходил в прошлые разы, происходил супер-мега to the moon. Так что учитывайте риски, всем профитроли и до следующей встречи, пока.